Село Гиско. Густое, едкий дым разносится далеко по окрестностям. Его тяжелый запах ни с чем не спутать. Это горит сухостой и листва. Сотрудники экологической милиции спешат туда, где разгораются костры. Каждый вечер жгут. Вы объясните, что именно у вас там в яме? Я же ничего не отрожу. Листья в яме. С наступлением осени сельчане наводят порядок у себя в огородах. Сухие ветки и листья собирают в куче. А дальше, чтобы избавиться от мусора, многие разводят костры. Что же делаете? Был мусор, немножко вспалили и все. Хозяин этого участка готовит огород к зиме. Правоохранителям пояснил листву, всегда собирал в компостную яму. В этом году решил сжечь. Не знал, что это незаконно. Сжигать листву нельзя. Штрафы для граждан могут достигать более тысячи рублей. Куда девать сухостои листья, экологи в погонах сельчанам разъясняют. Вы можете сделать компостную яму, либо вы можете вывозить. Оплату за вывод мусора вы оплачиваете. Опавшая листва – органическое удобрение. Она удерживает влагу под деревьями, защищает почву от промерзания зимой. Экологи говорят, самое простое и нужное – оставить листья в огородах и полисадниках. Это можно сделать в компостных ямах, либо под деревьями. Профилактический рейд «Велосипедист». Главная цель – снизить количество ДТП с участием велосипедов. Дорожные инспекторы проводят беседы. Буквально каждому велосипедисту раздают тематические памятки. Напоминают о том, как максимально обезопасить себя за рулем двухколесного транспорта. Проводим сейчас мероприятие «Внимание велосипедист». Уделяем особое внимание таким участникам дорожного движения, как вы. На дороге велосипед – опасный вид транспорта. Даже самые незначительные столкновения могут повлечь серьезные последствия и травмы. По данным ГАИ, одно из распространенных нарушений среди велосипедистов – это управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения. За истекший период 2021 года на территории Бендер произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в которых пострадали люди. Во всех случаях причиной ДТП явилось несоблюдение правил дорожного движения именно со стороны велосипедистов. Белый катафот впереди, красный сзади – обязательная экипировка велосипеда. На одежде в темное время суток наличие световозвращающих элементов. Все это необходимо учитывать велосипедистам при выезде на проезжую часть. Вот у вас оборудовано все по первому светлую одежду, красный сзади, даже есть боковые. В темное время суток, если будете передвигаться, будет такая необходимость, обязательно одевайте либо светлую одежду, либо с элементами, отражающими свет. В ГАИ уверены, знание и четкое соблюдение правила, еще уважительное отношение к другим участникам дорожного движения – залог безопасности на дорогах. Стадион «Шелковик». Здесь собрались сотрудники вневедомственной охраны со всей республики. Турнир по мини-футболу в честь героически погибшего офицера подполковника милиции Василия Кихаева. Для нашей семьи очень важен этот турнир, так как он является очередной возможностью почтить память моего отца Василия Осича Кихаева, так как человек жив, пока о нем помнят. Я хотела бы всем командам пожелать удачи, ну и, конечно, как было уже сказано, пусть победит сильнейший. После торжественного открытия – жеребьевка и игра. В турнире памяти принимали участие пять команд – из Террасполя, Бендер, Слободзей, Дубасар и Рыбницы. Первый мяч в игру подала дочь погибшего офицера Юлия Кихаева. За первое место в финале играли две самые сильные сборные – управление вневедомственной охраны Террасполя и Бендер. Уступать никто не хотел. Счет 0-0 на протяжении обоих таймов. В итоге на последней минуте игры сборная Террасполя открыла счет 1-0, тем самым вырвалась в лидеры. Оставив бендерчан на второй ступени пьедестала почета, бронзу завоевала команда Слободзеи. Турнир в память о погибшем коллеге стал уже традиционным. К слову, подполковник милиции Василий Кихаев 20 лет руководил управлением вневедомственной охраны города Бендеры. В 92-м он принимал активное участие в боевых действиях по защите нашей республики. 17 октября 2015 года стихия унесла жизнь Василия Васильевича, вырвав из наших рядов достойного офицера, любящего отца, добропорядочного гражданина. Прошу почтить минутой молчания память Василия Васильевича. Участников соревнования наградили кубком, дипломами, медалями и памятными призами. В этом году турнир памяти проводится уже в пятый раз. Бендеры. Аллея славы в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников милиции. К памятнику несут цветы милиционеры и дети. Это торжественная церемония перед официальным открытием первенств по боевым искусствам. Соревнования спортсмены посвятили 30-летию образования милиции Приднестровья. Открытое первенство посвящено сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного долга и приурочено к 30-летию образования милиции Приднестровской Молдавской Республики. Всем и каждому из вас желаю удачи. Пусть победит сильнейший. Карате, боевое самбо, бразильское и традиционное японское джиу-джитсу. Около ста спортсменов из террасполя Бендер состязались в искусстве рукопашного боя. Самым младшим бойцам едва исполнилось 4 года. Организатор – физкультурно-спортивное общество «Динамо правопорядок». Динамо правопорядок Мы проводим этот турнир. Версия «Рандори». Рандори – это сидящие спарринги, разрушается борцовская техника, удушающие, болевые. Все, кроме ударов. Грамоты, медали и, конечно же, сладкие призы достались всем призерам состязаний. В физкультурно-спортивном обществе «Динамо правопорядок» уверены, такие мероприятия позволяют развивать концепцию патриотического воспитания среди молодежи, формировать у детей готовность к активной гражданской позиции в будущем. Елена Расланова, Наталья Русова, Олег Машняга, Бендерское телевидение. Бендерское телевидение Приднестровским органам внутренних дел 30 лет. Праздничный марафон ко дню милиции продолжается. Оркестр Тюи уже выступил в Рыбнице и вот теперь Бендеры. Музыкальный сквер – первый концерт после открытия. В реперторе оркестра строевые композиции и современные хиты. Мы стараемся не повторяться. В городе Рыбница мы выступали абсолютно с другим репертуаром. Каждому городу, каждому жителю мы подходим специально, корректируя репертуар для того, чтобы все, так скажем, почувствовали ту атмосферу, которая присуща их городу. Ну и связана, естественно, с милицией. В программе сегодня прозвучат патриотическая тематика, молодежная, этническая направленность произведения будут звучать. Край, мирный край, Весенний край за всякие труда. В зрительном зале под открытым небом много ветеранов МВД. Они пришли с семьями, с детьми и внуками. Безусловно, хорошее мероприятие. Оценка на плюс. Ну, во-первых, повод встретиться с всем пенсионерам. Ну, вообще, это позитивно. Все нормально. И посмотреть на оркестр. Это все-таки ТЮИ МВД ПМР. Красиво, молодцы, шикарно. Да и нам есть о чем поговорить. Ну, в общем, одобряем мы такое дело. И такие концерты, да, поднимают настроение. Поднимают память, воспоминания. Дают нам почву для встречи. Потому что редко мы сейчас встречаемся. Кто-то болеет, кто-то где-то там на огороде, как пенсионеры. А здесь мы встречаемся с воспоминаниями. А надо жить, жить, понимать, внуков любить, детей любить, и всех любить. Чтобы не было войны главное. А так, когда музыка играет, и душа поет. Почти два часа в компании с музыкантами в милицейских погонах. Знакомые и полюбившиеся песни советских времен зрители пели вместе с артистами. Праздничное настроение, доброжелательная творческая атмосфера. Все это подарило зрителям множество ярких эмоций и заряд позитива. Следующее выступление защитников правопорядка состоится в Слободзее через неделю. Ну что, поздравляю. Спасибо, спасибо. Наверное, долго ждал. Честно говоря, лет двадцать к этому шел почти. Да, за двадцать лет было много сотрудников. И опытных, и молодых. Но ты всех обошел. Это было непросто. Да, это было непросто. Ну и не очень сложно. А вот оно как. Ну хорошо. А ты бы смог начать с нового листа? С нуля. В смысле? С чистого листа? Ну да. Да у меня каждый новый день, как с чистого листа. О чем вы говорите? Конечно, легко. Сколько разных людей, когда все хорошо Вокруг тебя и сколько будет их еще Не надо говорить спасибо, что пришел Все и так в курсе уже накрыть стол Ты открываешь шоу Это момент триумфа Тебя ждали, как возвращение Колумба Но потихоньку, незаметно, тает вечер Все исчезают, постепенно гаснут свечи Проблемы смотрят из-за угла Уже сегодня прямо в твои глаза Пасмурно вокруг Скоро рассвет Ты оглянулся, а никого рядом нет Один на один со счетами Мыслями, промахами, разбитыми мечтами И записную книжку, пока листаешь взглядом Рядом появится тот, кого зовешь ты братом И если сбился с пути И жизнь в тупик заводит Ты просто ненавид С чистого листа Все начать с нуля Пусть пугает старт Мы с тобой не отпустим рук Ставь плечом к плечу Встретим новый день Знай, что я всегда с тобой мой друг Сколько было пройдено нам и с тобой дорог И сколько будет еще, знает только Бог Люди появлялись и исчезали вдруг А годы брали свое, сокращая круг У каждого свои дела, своя семья Но мы все еще здесь, все еще друзья Не растеряли мы друг друга Из-за денег в суете потока чужих мнений И нас кидает по миру нехило Но в этом суть И жизни за это спасибо Пройти достойно Маршрут весь красиво И помнить с кем ты начинал В этом сила В самый сложный час Когда надежды мало Я знаю, выход есть Нужно начать сначала И ты морально приготовился к любым раскладам Рядом появится тот, кого зовешь ты братом И если сбился с пути И жизнь в тупик заводит Ты просто мне наби С чистого места Все начать с нуля Пусть пугает старт Мы с тобой не отпустим рук Стоп плечом к плечу Встретим новый день Знай, что я всегда с тобой, мой друг По жизни мчались с тобой Влетая в повороты Судьбой играя всегда Умели искать И пусть порой не везло Везение в том лишь, что ты Меня смог другом назвать Чистого листа Все начать с нуля Пусть пугает старт Мы с тобой не отпустим рук Стоп плечом к плечу Встретим новый день Знай, что я всегда с тобой, мой друг Ну что, с праздником С Днем милиции Спасибо И вас с праздником Я вас все хотел спросить Ну а вы бы так смогли? Я? Да нет Субтитры сделал DimaTorzok